Всем привет, друзья! С вами снова Денис Кухта И сегодня я решил немножко поехать за город Поехать в Венский лес Где я еще недавно проводил экскурсии И приехав сюда, я был в шоке Сколько много машин Сколько много машин Я приехал сегодня на Ауди И у меня вот дежурная масочка Потому что потом я направлюсь в магазин за продуктами Поэтому маска у меня дежурная висит в машине А я сейчас немножко прогуляюсь Подышу свежим воздухом вдали от всех И направлюсь потом в магазин Посмотрите, стоят машины, стоят автомобили Много машин, много с собачками гуляет Вот такая у нас погода Потрясающая погода Сейчас немножко пройдусь и подышу свежим воздухом Люди приехали выгулять собачек Здесь у нас специальные клетки Где можно погулять с собакой А я немножко направлюсь Вот по этой зеленой лужайке В сторону замка Лихтенштейн И немножко прогуляюсь Подышу свежим воздухом Потому что уже эта депрессия Надоела Надоело дома сидеть Просто сил больше нет И немножко хочу погулять Вдали от всех От всех подальше Поют птицы На улице около 17 градусов тепла Уже такая вот весна Потихоньку-потихоньку Цветочки распускаются Листья распускаются Что касается ситуации в Австрии Так вот Наш премьер-министр Себастьян Курц Сообщил Что это может длиться Еще очень-очень долго Вся эта ситуация И Пока что на данный момент Уже более 7 тысяч Зараженных Сколько умерло Точно я не знаю Ну где-то больше чем 50 человек 52, если не ошибаюсь Сегодня читал Умерло И Ситуация Остается напряженной Просвета Пока нету никакого Но Что я слышал Что Долгое очень время Этот карантин Он не может длиться В плане того Что тогда просто рухнет Вся экономика Все рухнет, друзья И Тогда будет еще Хуже будут Последствия Да Чем Если Люди будут ездить На работу Поэтому Я думаю Что до 13 апреля Это окончательное Решение Правительства Продлить карантин И Тогда Уже Потихоньку Народ будет По крайней мере Ездить на работу Будут работать Фирмы Компании Офисы И Уже Не будет Таких Жестких Жестких мер Как сейчас Но хочу сказать Хоть меры И очень жесткие И штрафы От 600 евро До 3600 Если вы собираетесь С компаниями Если вы не держите Дистанцию Но проходя Сейчас Вот передо мной Я вижу Люди Ну может быть Это целая семья Которая вместе живет Вот там люди На одной лавочке На второй Все они собачками И Много людей Здесь Ну пришли Как бы на пикник Подышать свежим воздухом Я буду их Сейчас обходить С стороной Но Гуляя здесь Это Такое единственное место Рядом с Веной Куда можно поехать Где можно прогуляться И где еще Мало людей Чтобы держать Эту дистанцию У нас поговаривают Дистанция от одного метра То есть минимум Один метр В каких-то странах Полтора метра В каких-то странах Два метра Вот как-то так Но Лучше держаться Сейчас Друг от друга Подальше Как минимум Три-четыре метра Это будет Точно тогда Безопасная дистанция Вот иду И Мне даже не верится Друзья Что еще недавно Буквально недавно Пару недель назад Я здесь проводил экскурсию Я здесь уже провожу экскурсию Очень долго Более десяти лет Это экскурсия Венский лес И Вот здесь мы также гуляем И останавливаемся Возле замка Лихтенштейн Двенадцатого века Первое Родовое гнездо Династии Лихтенштейнов Такая вот Четырехчасовая экскурсия Ну и я не могу До этой поры Еще осознать Окончательно Что сейчас На какое-то время У меня не будет работы Сейчас не будут ехать туристы И все Что связано С туризмом Все что связано С экскурсиями На какое-то время Это все Конечно Умрет Будет огромный Огромный перерыв И Когда это Обратно вернется Никто точно не знает Хотя бы До осени Чтобы это все Скажем так Нормализовалось Хотя бы до осени Хотя бы Уже до лета Я даже не думаю Что это произойдет Но хотя бы до осени Вот такая вот красота Замок Лихтенштейн Или Лихтенштайн В переводе означает Светлый камень Здесь Также Расположен Дом престарелых Здание С правой стороны И Есть люди Пару пожилых людей Которые греются На солнышке Вот как эта бабушка Перед нами Греется На солнышке И здесь еще Народ гуляет Птицы поют Потрясающая погодка Кстати этот замок Это не оригинальный замок 12 века Конечно Какой-то фундамент Сохранился Стены А так Замок был разрушен Дважды Турками В 1529 В 1683 Годах Потом он оказался На передовой Во время Второй мировой войны По окончанию И тоже Очень сильно пострадал От этого Он конечно Был разрушен И после этого Он был отреставрирован Отреставрирован После Второй мировой войны И сейчас Есть возможность В теплое летнее время Посетить замок Изнутри Посмотреть его Внутренние Покои Залы Кухню Также есть Часовня Очень старенькая Одна из оригинальных Частей Которая сохранилась В этом замке И если учесть Тот факт Что это было Первое родовое Гнездо Династии Лихтенштейнов Это очень круто Что Оно Стоит как раз У нас На краю Венского леса С 12 века Вот это погода Погода очень хорошая Оооо Я нашел Самое Классное Место Посидеть На лавочке Подышать Свежим Воздухом Сколько То и жизни Друзья Сколько То и жизни Подышать Свежим Воздухом Погреться На солнышке Получить Витамин Д Потому что Сидеть Еще дома На карантине Достаточно Долго Как минимум Еще две недели Немножко больше Двух недель И это Это просто морально Очень трудно Выдержать Что ты Раньше До этой всей ситуации Ты путешествовал Ты работал У тебя были Каждый день Экскурсии Каждый день Новые знакомства Приезжали люди Ты им показывал Австрию Вену Всем очень нравилось Все было замечательно Очень много новых знакомств Очень много хороших людей У меня По всему миру И в один прекрасный момент Это все накрылось В один прекрасный момент Ты даже не можешь Пойти на улицу И просто Проводить свое время Так как ты хочешь С друзьями Или Где-то Покататься на велосипеде Да По Вене И Хочу сказать Что пока Вот такая вот Есть возможность Сидеть Подальше от всех На улице И здесь Полиция Ничего не может сделать Главное Придерживаться дистанции Если ты один И держишь дистанцию По идее Они тебе Ничего не могут сделать И не могут Также дать штраф Но если ты Но если ты С компанией Встречаешься И Все эти ребята В компании Не прописаны По одному адресу С тобой Тогда Вероятно Будет штраф От 600 евро До 3600 евро Вот такие вот Штрафы Более 4000 штрафов Выписали По всей Австрии И Вот такая вот Ситуация Что я переживаю Это то Что будет В Индии И что будет В Африке Это страны С Очень низкой Экономикой С Медицина На очень Низком Уровне И Я боюсь Что там Будет Просто Просто Очень Очень Все печально И Сейчас Они как-то Готовятся Вчера Даже смотрел В Ютубе Как Полиция Бьет Бьет Тех Кто не слушает Ну Не придерживается Карантина Не слушает Правительство И гуляет По улице Она берет Огромные Бамбуковые Палки И просто Бьет их По спине По ногам По рукам Куда попало По голове Ну Блин Может быть Это правильно Я не знаю Если им не доходит Может быть Это правильно Но там Миллиарды людей Там миллиарды людей И с ними справиться Будет очень трудно Чтобы их всех Как-то держать Под контролем Кстати Смотрите Какой у нас Почтальон Какой веселый Почтальон Желтенький Почтальон Едет И везет Почту В замок В замок Значит там Кто-то есть Какой-то Охранник И сидит Он там Поехал И везет Ему почту А охранник И вообще Какой-то Может быть Персонал Который там Следит за этим Замком Он там Внутри Такая вот Красота Да Хорошая была идея Приехать Именно сюда Так это рядом Рядом С Веной И Подышать Свежим воздухом Потому что Сидеть дома Это действительно Очень трудно Вчера я Показывал стрим Проводил стрим С Рокки Многие из вас Уже его посмотрели Что касается Моего здоровья Слава богу Все нормально С утра Еще есть кашель Но я принимаю Едет уже назад Я принимаю Вот это лекарство Ну это сироп Он правда Какой-то такой Немножко горький И противный Но уже получше Уже получше И надо его еще пропить Там осталось Пол бутылочки И наверное До До понедельника До понедельника Это я все Выпью Ребята Я тоже хочу на велике Хочу с вами Поехали на велосипеде Я это все выпью И тогда мне станет легче Что касается кашля Вот здесь тоже есть Велосипедист Он где-то со своим А вот там он Со своим ребенком Вот бабушка гуляет Который возвращается обратно Возвращается обратно Бабушка Потому что здесь Находится Дом престарелых Вот это здание Старое 1815 года Дом Лихтенштейнов И дворец Лихтенштейнов Да И новая там есть Пристроечка Так вот Там дальше И вот это здание Это все Дом престарелых Лучшие места Выделяются Для пожилых людей Чтобы люди Доживая свой век Могли дышать Свежим воздухом Чтобы им никто Никто не мешал И вот такие вот Пожилые дедушки Бабушки Как вы видите Они здесь гуляют И наслаждаются Наслаждаются Жизнью И наслаждаются Своим свободным временем Многие из них Конечно Работали целую жизнь И у нас Чтобы пойти на пенсию Получать пенсию Нужно отработать Минимум 15 лет То есть Если 15 лет отработал Ты будешь получать Там какую-то Пенсию Минимальную Но она будет Небольшая Сейчас Средняя Продолжительность Жизни У нас получается 79 лет Это мужчины И 82 83 года Это женщины То есть Скажем Около 80 82 года Это будет Средняя продолжительность Жизни И Средняя пенсия Это 2200 Ой, как жарко уже Средняя пенсия 2200 И Этого хватает Этого хватает Пенсии Высокие Люди Чувствуют себя На пенсии Защищенными Застрахованными То есть Медицинская страховка И Вот здесь Они гуляют Вот у кого-то Даже есть собачка И вот Женщина Вышла С этой Тележечкой И С собачкой Сижу Так Наблюдаю За людьми И На самом деле Здесь Как-то Даже не чувствуется Что у нас Карантин И все Должны сидеть По домам Здесь столько Много людей Много С собаками Много собаками С детьми Вот позади меня Целая семья Двое детей Двое взрослых Вот сейчас Будет проходить Женщина С собакой То есть Ну очень много Гуляет И я гуляю Я отдыхаю Я сижу на солнышке Вот уже просидел Где-то минут 15-20 Вот так вот Закрыв глаза И лицом В сторону солнца Чтобы Получить Витамин D И это сейчас Так важно Для нашей Иммунной системы Очень важно Друзья Чтобы ваша Иммунная система Сейчас вот В это время Какая собачка Не давала сбой Это самое важное Укреплять Свою иммунную систему Побольше Есть витаминов Побольше Овощей Фруктов Можно и пить Какой-то комплекс Витаминов Я пью таблетки Это называется Витамины От А Короче по-немецки А без Ц И я пропиваю Эти тоже витамины Одну таблеточку В день Там витамин А Без Ц То есть От витамина А До витамина Ого Как побежал быстро До витамина Ц Очень важно Есть чеснок Лук Ну это мы так и так знаем Очень важно Покупать имбирь И кусочек имбиря Перед тем Как его очень Очень тщательно Помыть в горячей воде Можно кусочек имбиря Бросать в чай Это очень хорошо О, ребенок уже упал Все, уже Пикировал Пикировал Вот такие вот родители Смотрят за детьми И очень Очень важно Укреплять Свою иммунную систему От одного года Поговариваю До 60 лет В 99 случаях Люди Выздоравливают Это я опять Сегодня читал 60 лет И постарше Вот это люди Как раз в зоне риска Им надо еще Больше следить За собой В плане того Что они принимают Что они едят Сидеть действительно Дома Вот это люди Которые Больше всего В зоне риска Если это когда-то Все пройдет Оно должно пройти Мир уже не будет Иным Как все это говорят Потому что Люди будут уже Задумываться Что для меня ценное Да Шмотки Какие-то там Машины Или моя жизнь Мое здоровье Я думаю Очень во многих Людях В подсознании Все поменяется И люди будут Больше радоваться Жизни Больше радоваться Своей семье Своим детям И не зацикливаться На каких-то мелочах То что я им рассказывал Да Поэтому Я сейчас уже сижу И так думаю Действительно Самое главное Друзья Это семья И это здоровье Своей семьи Своих близких Родных Своих родителей Своих детей Это самое-самое главное Все остальное Это просто ерунда Это дело поправимое Проблемы на работе Проблемы там С машиной Там я не знаю Еще какие-то покупки Это все ерунда Главное Друзья Здоровье Здоровье Это самое основное Потому что Если нету здоровья Вам ничего не хочется Вот просто Ничего И К сожалению Уже Некоторые Самые знаменитые Люди Как и футболисты Так и Их тренеры И другие И певцы Уже умерли От этой болезни И Миллионы Им не помогли Поэтому Самое главное Друзья Это здоровье Я сейчас еще Немножко посижу Погреюсь И буду Направляться В магазин За продуктами Надо купить Продукты Родителям Потом пойду Опять гулять Сроки Кто вчера Еще не посмотрел Мое видео Как я гулял Сроки Посмотрите А так же Если вы сейчас Сидите дома И вам скучно Обязательно Посмотрите Мои видео Которые Я отснял Более 500 штук Это видео Как с Канады Так и видео С Венеции С Хорватии Видео Из Киева То есть Там действительно У меня есть Что посмотреть И вчера Я Когда ложился Уже спать Перед сном Я пересматривал Свои видео С Канады Они такие были Веселые Классные Как мы там Путешествовали Как мы ездили На Ниагарские водопады Как я играл С детьми Олега и Ани Но это было Действительно Очень круто Очень весело И дай бог Чтобы это еще Как-то повторилось Я к ним смог Еще Может быть Через годик Через два Направиться И еще раз Посетить Своих друзей В Канаде Поэтому кому скучно Смотрите мои старые видео Очень много Классных видео Очень много Веселых видео И все мои видео Они поделены На плейлисты И это очень просто Вы открываете Плейлист Включаете Первое видео Если вам нечего делать Видео идет Одно за вторым И вам не надо Искать новые видео Просто смотрите Полностью Плейлист А там действительно Есть много И Канада И Хорватия И Украина И Барселона Германия Не знаю Италия Все есть Рим Потрясающий Неаполь Потрясающий Помпей Друзья Блин Там столько всего Я очень рад Что я успел Столько много всего Отснять И это в первую очередь Для себя Для своих родных И близких Но и так же И для вас Кто меня смотрит Уже долгое время Ладно друзья Буду я заканчивать Это видео Буду вас держать В курсе всех Всех событий Вы Берегите себя Своих родных И Ешьте витамины А я приду И проверю Ох собака Ох собака Все друзья До новых встреч С вами был Денис Кух Гид И блогер Из Вены Все Пока друзья Чао Субтитры 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 Субтитры